Здравствуйте! В эфире Крымлиф. Программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. В студии Алексей Нандрогань. Дальше о таких темах недели. Российские политические процессы. Зачем украинских политузников свозят в Ростов-на-Дону? Золотые фрукты на полуострове снова выросли цены. Смогут ли крымчане поступать в украинские вузы без проблем хотя бы в следующем году? Об этом с гостем в студии экспертом Валентиной Потаповой. Объездную дорогу Симферополя открыли, хоть и не дочинили. Вместо громкой славы – громкий провал. Часть музыкантов отказалась ехать на Крымфест. В Ростове-на-Дону начался суд над украинскими политузниками Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Туда же этапируют и Надежду Савченко. Так ее адвокату заявили в матросской тишине. Политзаключенных увозят подальше от Москвы. И если перенос в Ростов дела Сенцова и Кольченко, Москва хоть как-то пытается объяснить тем, что в стране всего два военных трибунала и, мол, лучше рассматривать в том, который ближе к месту событий, то дело Савченко будет рассматривать не трибунал, а городской суд. Родственники и друзья узников считают, что передача дел в Ростов – это попытка власти России рассмотреть их с меньшим резонансом, а значит суметь фальсифицировать как можно больше материалов по делам. Все участники дел понимают – это чистой воды политическая расправа, не имеющая к закону никакого отношения. Адвокаты Надежды Савченко своей главной задачей сейчас считают демонстрацию того, насколько далеко дело отстоит от настоящего правосудия. Цитирую Илью Новикова. «Сделать абсолютно неприличным для европейских политиков, вежливо кивать головами, когда Путин говорит – это дело суда, не давите на правосудие». Конец цитаты. Реакция ЕС уже есть. Евросоюз направит в Ростов своих представителей для наблюдения за двумя этими судебными процессами. Еще двух украинских политузников должны вскоре доставить в Ростов-на-Дону. Это Алексей Черний и Геннадий Афанасьев, которые дадут показания по обвинению в терроризме Олега Сенцова и Александра Кольченко. Напомним, Черний и Афанасьев, похищенные ФСБ весной прошлого года в Крыму, и обвиненные по так называемому «делу крымских террористов», не выдержали прессинга российских спецслужб и пыток. Они признались во вменяемых им терактах и осуждены Российской Федерацией на 7 лет лишения свободы. Первое заседание, по сути, против украинских патриотов Олега Сенцова и Александра Кольченко, уже состоится в Северокавказском окружном военном суде 21 июля. Защита политузников не питает иллюзии относительно так называемого российского правосудия. Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динза будет пытаться добиться уменьшения срока. Приговор-то предрешен, это сам Сенцов тоже понимает. У меня единственная надежда, что после того, когда вся эта ситуация пройдет, когда уже будут приняты какие-то решения по делу, мы, скорее всего, будем бороться больше за срок, нежели за то, чтобы его оправдали. Потому что я не думаю, что к нам кто-то прислушается в рамках данного уголовного дела, и вообще кто-то оправдает и Сенцова, и Кольченко. Либо даже квалификация поменяет, так говорить, по-хорошему. Олег Сенцов и Александр Кольченко продолжают настаивать на том, что они граждане Украины. Кинорежиссер смело выступает в суде, иронизирует, подчеркивает, что в Украине не прописка, а регистрация. Место регистрации. А живой сейчас в городе Руссоев, 7-4. Камера 2. Вы там не живете? Я только что туда приехал, ваше честь, я там живу сейчас. Состояние здоровья нормальное, а рассматривание дела – это ваше дело. Я тут вообще не считаю этого сутка, вы можете рассматривать, что хотите. Суд заслушал по видеоконференции из Крыма так называемых «потерпевших». Среди них так называемый вице-спикер оккупационного госсовета Крыма Андрей Козенко, который рассказал о поджоге офиса русской общины Крыма. В полной мере слушание продолжится 27 июля в режиме полной рабочей недели, с перерывом только на 28 июля по настоянию адвокатов. Показания Чирния и Афанасьева запланированы на 30 июля. Адвокат Кольченко Светлана Сидоркина рассказывает, условия содержания в ростовском СИЗО жестче, чем в московском. Олег Сенцов успел рассказать журналистам о том, что сейчас много читает, только закончил ремарка. С живыми людьми общаться не может. На этапе многие спрашивали, откуда он. Когда узнавали, что с Майдана, начинали общаться фразами из телевизора. В камере Олега еще трое, в СИЗО есть телевизор, и там в основном Киселев. Украинских дипломатов к политузникам не пускают уже 16 месяцев. Но попасть на первое открытое заседание суда им удалось. Консул Украины в Ростове-на-Дону рассказал в эфире Громадского ТВ о том, что суд только частично удовлетворил их требования о допуске к политзаключенным. Для нас очень важный вопрос, хотя решен половинчика, в том отношении, что нас судья разрешил все-таки увидеть официально, получить свидание в цикле консульства с обвиняемым, но только после этапа рассмотрения дела по существу. Мы с ПАСом тоже изменим обвиняемых, что это процесс политический. Вот сегодня нам приятно было увидеть, что Олег и Александр, Олег Сенцов, и Александр Кольченко находятся в таком, знаете, большом духе, особенно Олег. Он ведет себя очень адекватно, молодец. Нам это очень приятно. Он увидел, что есть консульство, что есть поддержка. МИД Украины работает над созданием списка Сенцова-Кольченко. Он будет сделан по аналогии со списком Магнитского. Как раз в начале судебного процесса над патриотами страны публикация новых имен позволит сделать этот список максимально точным. В Ростов уже доставили Надежду Савченко, так заявил ее адвокат. Накануне Надежда рассказала в интервью, что написала завещание на имя мамы и сестры, поскольку в приграничной полосе может случиться всякое. Слушания по делу Надежды Савченко начнутся 30 июля в закрытом режиме. Цены в Крыму с начала года увеличились на 24%. Такие данные приводит Крымская служба статистики. Крымчане же утверждают, что все стало дороже в два раза. Люди особенно возмущают цены на фрукты и овощи. Вчера он стоил 35, сегодня уже 50 рублей. Цена на болгарский перец в Крыму выросла буквально за сутки, рассказывают продавцы. Стоимость остальных фруктов и овощей тоже в постоянной динамике. То вверх, то вниз. Но в целом, по сравнению с прошлым годом, все стало почти в два раза дороже. Знаете, как? Каждый день бывают разные. Вот недавно помидоры были 87 рублей. Сейчас помидоры упали, а огурцы поднялись. Перец вчера было 25 рублей, 30 рублей, 40 рублей. Сегодня уже оптом 50 рублей, 45 рублей. Мы еще держимся, 50 рублей перец у нас. Рост цен Ильгара Садов объясняет трудностями доставки с материковой части Украины. Но больше всего его возмущает не это, а соседний стихийный рынок. Цены там выше, а затраты торговцев ниже. К примеру, огурцы в магазине по 45, на улице 50. Не контролируются цены государства. И кто-то хочет, так и торгует в принципе. Поэтому изначально надо контролировать со стороны государства, чтобы цены стабилизировались. А если контроля нет со стороны государства, то и цены будут расти. Государство, чиновники халатно относятся к этому, ко всему. Пенсионеры от цен в шоке, особенно на фрукты. Во всем винят торговцев. Ну что такие цены? Ну это же вообще... Может ли Крым пенсионер за, получая 8-9 тысяч, вот это купить по 100, по 120, 150? Ну вот, допустим, помидоры 35. Овощи, это еще слава телегус. Ну это вот, буквально 2-3 дня. А вот это персик, это же вообще... Да вообще надо с этим кончать. Кончать Крым золотое одно для кого-то. Вот если входили... Обоснованность уровня цен в Крыму у людей вызывает вопросы. Рост инфляции в России за истекший год по официальной информации 15%. Это означает, что если огурцы стоили в прошлом году 15-20 рублей, прибавка в цене должна составлять всего 3 рубля, считают люди. По факту, в этом сезоне килограмм обойдется аж на 30 рублей дороже. Потому что действительно, в Крыму цены, по сравнению с Россией, люди в шоке, россияне. Они в прошлом году были в этом, они в шоке. В Москве прожиточный уровень минимальный 16 с лишним тысяч, а у нас зарплата 10 тысяч. В Москве цены такие же, как у нас, адекватные. Есть разница между... На центральном рынке Симферополя цены на фрукты и овощи немного выше, чем в микрорайонах города. Здесь торгуют в основном перекупщики. Торговля для них не единственный способ заработка. Торгуют украинскими продуктами. Но при этом почему-то в ценах винят опять-таки Украину. Говорят, Украина не дает добро и не пускает сюда уже, на Россию. И вот она дорожает и дорожает. Мы что делать там? Мы тоже берем ее по 50, даем по 60. Я мать героина, болею, инфаркт, сердце у меня было недавно. Это сахар на диабете. И вот я получаю 4,5 тысячи. Что на эти деньги я покормлюсь? Одно лекарство стоит и 5-6 тысячи. Рядом торгует дочь Нины Аглы. Тоже индивидуальный предприниматель. Имеет свидетельство. Как и все стихийщики, Алена Аглы не хочет менять место торговли. Вот гоняют туда-сюда, встать негде. Что делать, не знаю. Как-то на улице легче так стоять. А вон уже потяжелее. Крымская оккупационная власть ценовой политикой на рынке не интересуется. Возмущаются симферопольцы. Говорят, что все их силы брошены на борьбу со стихийщиками. Внешне независимое оценивание для выпускников из Крыма продлено до 27 июля. Школьники-экстерны могут получить аттестат о полном среднем образовании до 1 сентября. Ситуация с изоляцией в этом году крымских выпускников получила благодаря общественникам широкий резонанс. Теперь в Министерстве образования Украины соглашаются с тем, что для детей с полуострова должна быть создана специальная стратегическая программа. Специально для выпускников с оккупированных территорий обещают принять новый закон о сдаче внешнего независимого оценивания. Для поступления в высшие учебные заведения. Такие нововведения планируется вести после шквала критики со стороны общественности. Но крымские выпускники 2015 года получат аттестаты только российского образца, который Украина не признает. Процедура поступления в этом году крайне сложная. Они имели возможность прикрепиться к любой из украинских школ. Сначала интернетом, а потом фактически приехать и складывать экстерном ДПА. И это было в очень таком либеральном режиме, потому что мы понимали это вопрос. И получили украинский аттестат. И, складывая ЗНО, вступать в украинских высших учебных заведения. Сейчас мы продолжили эту возможность аж до 1 сентября. Такая процедура не устраивает выпускников и их родителей, говорят общественники. Во-первых, нужно несколько раз выезжать из Крыма на материк для сдачи экзаменов, получения аттестата, прохождения ЗНО. Это не только дорого, но и трудно. Одно путешествие из Симферополя до Херсона на двоих стоит около 1000 гривен. И это не считая проживания и питания. Общественные организации предлагают государство обеспечить конституционное право граждан на бесплатное среднее образование. И не оставлять их один на один со своими проблемами и оккупантами. Водряжение этих детей с родителями, где им ехать, где ехать, где спать. Ось такие вещи, которые потребуют финансового обеспечения того, что запропоновано Министерством, они сегодня не предупреждены. На жаль, это нужно констатировать. И сегодня мы имеем прикрус ситуации, что мало кримчан приезжают сегодня учиться в Украину. Так же, как и в Россию. Но и сегодня они выбирают даже фактически те университеты и вузы, которые существуют в Крыму, даже при условии, что их не признают эти дипломы. Кроме того, что вы прикреплены, вы обязательно должны выезжать в прикрепленные школы и сдавать какие-то итоговые аттестации. Выезжать сегодня несовершеннолетним детям после того, когда был принят новый порядок выезда из Крыма и въезда, делает это невозможным. Сейчас закон также предусматривает новую для Украины возможность получить аттестат зрелости после онлайн-обучения. Но лицензию на такое образование получила одна частная школа две недели назад. Стоимость их услуг – полторы тысячи гривен в месяц. В той ситуации, когда государство должно было представить бескоштовно, а закон говорит именно о бескоштовной средней освете, в то же время получают лицензии частные школы – это неплохо. У нас должны быть разные формы предоставления возможности обучения, и частные школы тоже могут иметь право на существование. Но тогда, когда точно такая же услуга дается государством бесплатно. В Министерстве образования и науки соглашаются с тем, что закон несовершенен. Рассматривается вариант, рассказывает министр образования Сергей Квит, введение квоты на обучение в украинских вузах по российским аттестатам. По примеру, похожие процедуры с учениками непризнанной Украины Приднестровской республикой. В Министерстве образования, которые принимают обучение обучения в Украине, например, мы принимаем каждого года Приднестровье, мы не признаемо Приднестровье как окремой страной, но мы признаемо, что Приднестровье – это часть Молдовы, там есть украинское население, и, кажется, более 30 обучения в этом году станут студентами в этом году, причем за кошти государственного замовлення, то есть у нас есть квоты для них. Крым – это не зарубежные украинцы, это территория Украины, поэтому мы должны работать над тем, который будут иметь статус, а эти крымские дети. Против такой инициативы выступили общественники. Говорят, что введение жестких квот на поступление крымчан – нарушение Конституции Украины, где сказано о том, что все граждане страны, независимо от места жительства, имеют право на получение среднего и высшего образования. Министр также анонсировал проведение круглого стола, где вместе с общественностью необходимо будет выработать механизмы восстановления крымчан в праве получения высшего образования, хотя бы в следующем году. И эту тему мы продолжаем с гостем студии. У нас в гостях Валентина Потапова, заместитель председателя Центра гражданского просвещения «Альменда». Добрый день. Добрый день. На Ваш взгляд, насколько сейчас достигнуто взаимопонимание с Министерством образования Украины? И остались ли какие-то глобальные нерешенные проблемы по нашим выпускникам? Ну, взаимопонимание с Министерством образования у нас, в общем-то, было. Были какие-то моменты, которые мы не могли найти общих точек. Сейчас создается рабочая группа, которая будет согласовывать будущую политику Министерства образования по отношению к оккупированным территориям и к территории Крыма. Я думаю, что вот эта рабочая группа позволит не проиграть вступительную кампанию 2016 года. Вот этот вопрос очень актуальный с онлайн-процессом. Насколько, на Ваш взгляд, он легко разрешим вообще? То есть, вот эта вот единственная частная школа есть, но нет совершенно государственного онлайна? Ну, на самом деле, этот вопрос разрешим. Я думаю, что технически он разрешим вообще. В чем есть проблема – это в получении финансирования. Вот почему я говорю, что мы сейчас должны делать упор все-таки на 2016 год. Хотя уже 1 сентября 2015 года мы должны предложить детям с территории, которые не контролируют государство Украина, систему дистанционного обучения онлайн по финалу с получением документа государственного образца. В данном случае это свидетельство об окончании 9 классов и аттестат по окончанию 11 классов. Тем более, что Центр независимого оценивания сейчас совместил государственную итоговую аттестацию и внешнее независимое оценивание. Поэтому вот уже на выходе будет значительно проще. Нужно будет сдавать только один раз экзамен. Вопрос призыва выпускников. Разрешился он? Вопрос призыва. Вы знаете, наверное, это тот пример, второй пример, который я могу сказать, что когда министерство среагировало моментально. Первый пример – это когда начали из Крыма переводить студентов, не имея под то законодательной базы. И вот второй пример, когда в течение одного дня после обращения родителей из Крыма появилось письмо министерства, которое за исключением дает возможность ребятам, которые с тех территорий, которые не контролируются, не подавать приписное свидетельство и военный билет. Пока это письмо говорит об исключении, я думаю, что будет принято какое-то другое положение, какой-то другой перечень документов для поступления в ВУЗы, но это уже будет на 2016 год. Вы еще поднимали проблему того, что крымские ВУЗы не переведены на материк. Что касается крымских ВУЗов, смотрите, на материке в 2013 году обучалось 60 тысяч студентов. Эта цифра взята с сайта Министерства образования Крыма. Значит, в Крыму было очень много ВУЗов и практически вся молодежь оставалась в Крыму. Было очень много филиалов. Так, например, был филиал Харьковской юридической академии, был филиал Милицейской академии Одесской. То есть филиалов было очень много. Государственных же ВУЗов, которые финансировались из государства, было 18. И в них обучалось на государственном заказе, то есть на стипендию, около 16 тысяч учащихся. Когда случилось то, что случилось, часть детей была переведена в материковую Украину. А часть детей, наверное, надеялась, что все это закончится очень быстро и остались. Если, например, для Востока Украины было принято решение о переносе ВУЗов на материковую часть, то решения о переносе ВУЗов на материковую часть из Крыма не было. Хотя бы Таврического национального университета, потому что, во-первых, это бы решило проблему тех студентов, которым не нужно адаптироваться в другой ВУЗ. Во-вторых, это решило бы проблему преподавателей ВУЗов, которые остались без работы и вынуждены сегодня оставаться на своих рабочих местах для того, чтобы выжить. Но мы прекрасно понимаем, что те преподаватели, которые приняли то, что случилось, может быть, им очень даже хорошо и комфортно. Но там достаточно высокий процент преподавателей, которые проукраинские, и они будут выдавлены из этих ВУЗов. И в результате, ну, например, как заведующий кафедрой, где я работала, он будет вынужден искать работу не по специальности. Он сейчас находится в Ялте и работает далеко не по специальности, будучи кандидатом исторических наук и человек, который возглавлял кафедру в течение 10 лет. То есть, в принципе, преподавательский состав можно набрать хотя бы на один ВУЗ крымский? Да, да. И я бы все-таки набирала бы из крымских преподавателей, остепененных крымских преподавателей со званиями доцентов, профессоров. Ну, я думаю, что это сохранение интеллектуальной элиты Украины. И мы должны, наверное, идти этим путем. Конечно. Будем надеяться, что Министерство образования и общественности услышит в этом плане. И такой ВУЗ хотя бы один появится. Спасибо вам, что пришли. Я напоминаю, что в гостях у нас был эксперт Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова. Объездную Симферополя печально известную трассу-убийцу все-таки открыли, якобы закончив ремонт. Спустя 10 месяцев после жуткой аварии, унесшей жизни 6 человек. Тогда дорожное полотно провалилось прямо под двигавшейся машиной. Несколько раз окончание работ отодвигали. И сейчас рабочие утверждают, доделано еще не все. По объездной пустили легковые и грузовые автомобили. Общественный транспорт пока нет. Дорога-убийца Симферополя отремонтирована и введена в эксплуатацию. Рапортуют местные чиновники. Напомним, на участке трассы Дубки Чистенькая 28 сентября 2014 года обвалилось дорожное полотно. 6 человек, в том числе двое детей, погибли. После трагедии дорога постояла закрытой почти год. Транзитный транспорт был вынужден следовать через центр Симферополя. Из-за этого практически год в столице были огромные пробки. Сейчас движение идет в обе стороны, но не очень интенсивно. Водители делятся, пока опасаются ездить по этой трассе. Машины идут по двум полосам. Через три дня оккупационные чиновники обещают закончить ремонт обочин и запустить все четыре. Открытие после реконструкции намечалось на 1 июня, но в срок работы сделаны не были. При открытии Аксенову доложили, сдаем, мол, на три дня раньше. Но то, что он ответил, не раньше срока, а после целых двух переносов окончания работ. Мы уже опередили, после того, как дважды переносили. Поэтому же так будем говорить. Но дело не в этом. Слава Богу, что общими усилиями закончили этот кусок дороги. И будем надеяться, что это и урок будет для тех, кто проектировал. Но следствие разберется, до конца оценки все даст. Но это еще не конец. Рабочие говорят, что за три дня со всеми недоделками не справятся. Сейчас надо сначала борт камня положить, потом обочину укрепить и отбойное металлодическое ограждение поставить на руку. Неделю-две. Так быстро ничего не сделается. Ильсур Нурдинов вместе с 10 другими рабочими переехал в Крым из Татарстана. По его словам, в ремонте задействовано около 200 человек, в том числе и местные жители. Живет Ильсур в пансионате Николаевки. Зарплатой доволен. А как вам тут платят? Пойдет. Как дома? Сама по себе трасса совсем новая. Ее строительство обошлось Украине в 800 миллионов гривен. А открытие состоялось в конце 2010-го. Тогда подрядчиком выступил Юждорстрой. Его директор Игорь Эржанцев сейчас депутат оккупационного госсовета от «Единой России». Расследование причин трагедии до сих пор не завершили. По предварительным данным, гибель шести людей, среди которых двое детей, на совести строителей. Музыкальный скандал. Объектом насмешек стала попытка провести на полуострове Крымфест. Многие заявленные музыканты попросту отказались ехать на фестиваль из-за его лозунга «Крым наш». Причем участники групп прямо заявили СМИ. Они не приемлют ура патриотической направленности фестиваля. Организаторы не выполнили свои обязательства. Генпродюсер Крымфеста сначала заявлял журналистам, что, мол, музыкантов запугали. Но в одном из интервью телеканалу «Дождь» признался, что организаторы вообще не ожидали появления на их плакате лозунга «Крым наш». Александр Кисель заявил, что такой баннер не согласовывали, а согласовали слова «Крым мой», «Крымфест». И звучит это совсем по-другому. «Крымфест» – новое музыкальное детище российского шоу-бизнеса. В программе заявлено около ста групп. Москва и Санкт-Петербург, Таганрог и Екатеринбург, Челябинск и Нефтекаменск. Фестиваль проходит под Севастополем в Орловке. Музыкальный формат – от рока до пряничного угара. Так обозначен стиль тульской группы «Жамки». Коллектив «Атис» приехал из Самары. Ехали два дня на заказном автобусе за свой счет. От условий, в которых приходится жить и работать, до сих пор не могут прийти в себя. «Мы подходим вечером, говорим, мы выступаем завтра. Нам говорят, неизвестно, подойдите завтра в обед. И, возможно, вам будет известно, во сколько вы выступаете». «Возможно будет известно». «Возможно». «Слово сказать про сам Чак, я подходил раз 15 к звукарям. В итоге меня послали на три веселых буквы прямым текстом. И сказали, что, мужик, ты будешь играть в слепую». Ребята жалуются на отсутствие элементарных удобств питьевой воды, охраны. По их словам, на них было совершено нападение местных то ли гопниках, то ли правого сектора. Нет и медслужбы. «Мужчина два дня назад потерял сознание от перегрева, видимо. И его товарищ искал по всему вот этому полю на шатырь. Ни у кого не было». Еще одна беда – отсутствие зрителей, гостей фестиваля. Дата открытия была назначена на 20 июля. Но по разным причинам ее перенесли на один день. В результате развернулась травля СМИ, считают организаторы феста. «По Крыму быстро прошла молва, смешники местные подхватили, сказали, что это все фарс, фестиваля не будет и так далее. Вот такая ситуация сложилась». Кроме того, постарались и недоброжелатели, заявляет Александр Кисель. Музыкантов таки просто запугивали физической расправой. Именно поэтому часть исполнителей отказались от участия в крымском фестивале. «Мы выложим доказательства, было массовые письма на Infected Mushroom, что если они здесь выступят, что их здесь застрелят, порежут, убьют, я не знаю, что сделают. Нам поступали угрозы». Много сложностей и с местными кадрами. Администрация лагеря «Нахимовец», прилегающего к фестивальной территории до последнего, запрещала ставить оборудование. Свет только от генератора. Перебои с Wi-Fi. Гостей феста все это не очень веселит. «Я просто приехал в Крым. Ну и заодно билет сюда взял. Пока не впечатляет. В прошлом году тоже было? Народу очень мало. Человек, мало человек. Организация такая-то очень странная. Мы просто приехали, ехали на море, посмотрели в интернетах то, что там дебилы сломтеры на фестивале. И, собственно, вот сюда позвонили, приехали. Музыкальная программа фестиваля начинается в 3 часа дня, а заканчивается поздно ночью. Каждый день посвящен какому-нибудь стилю направления, например, хип-хопу. «Этот вообще и план. Я угораю с ***. Вегетарианец на баттлах пытается делать мясо. Я открою секрет всем твоим подружкам. Путь к сердцу этого *** усыпан петрушкой». Фестивальную музыку должны дополнить развлечения на суше и воде, рассказывают организаторы. Стрелялки, лучные тиры, мастер-классы для детей по разным направлениям. Есть сувенирные лавки. «У нас есть также продажа сувенирная для бутылки. То есть разных мастеров, разные изделия у нас есть. Вот со мной как раз-таки один человек приехал, и компанию Берпик представляет. Они как раз-таки катать будут на этом баги. Так же самое водное развлечение – это тоже от них. Хочешь рассказать про свои? Я не буду. Почему? Я все показал. Я понял. Всем привет. Крымфест. Цены на аттракционы назвать Роман не решился. Сказал, что еще не установили. Но все для людей. А для крымчан – скидки. Закрытие Крымфеста 26 июля. Из суперзвезд должны приехать Ария и Алиса. Но не уверены. Организаторы надеются, что количество зрителей к этому времени значительно увеличится. Такой была неделя глазами наших журналистов. В студии для вас работала Алексей Надрогань. Больше новостей смотрите на сайте нашего канала BlackCityV. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова